вот не так раз два три с головой не лезет я голова должна остаться на одном месте вот здесь у тебя это барьер это джеб противник ты держишь мне джеб я не сниму поднять джеб так я должен быть и так моя голова находится на месте ты не стоишь мне я пошел в атаку а ты мне джеб на встречу пробиваешь я должен быть и достать а ты на меня нет и так должен быть 1 2 3 ты представляешь и ты щупаешь воду ногой далеко не лезешь нога разгружен для чего нога разгружен если я тебе дарил раз-два ты контратакуешь я спереди ноги моя нога она разгружена она висит я могу сразу нести удар если я загружусь если чем надо будет уйти под удар только потом удачи если ты сделаешь двойку на входе я пока могу поднимаю не собьешь все продолжаем вот все борьбы раз-два не мелькиши раз нет если она напереди ногу сгружаешься оставляй я сделаю сложно пока покрыть такой печень а теперь нас еще один старик же джеб я делаю я столько делаешь ты стоишь то есть мы сейчас имитируем что первым ударом я делаю ты чуть уклоняешь туда и ты туда остаться там там не надо потихнуть еще там 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 сколько надо там 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 и потом пробить туда дальше а хорошо так, надевай причек сработан какой-то принесет всем привет у нас сейчас вообще прямой эфир нет да, совсем человеком может иногда доходить и заслужить туда мы сейчас воскресенье да и утро в общем смотри сейчас делаешь только два и сверху кроссы выкрываешь сейчас только два, пока без кросса вот именно такого же ключа но, смотри, ты не просто щупаешь наделаешь удар довольно резкий быстро челк, челк и держи достанцию а теперь так сюда джелл давай два джелла сейчас первый ты не достаешь не достаешь первый весель давай давай встаньте второй дальше хорошо, теперь два джелла и сверху кросс вот защита лучше взял защиту лучше взял защиту лучше взял плечку не выскакивай не козли не выскакивай оттягивайся взял прямо прямо не сдвигая ноги оттягивай So pelos вытии дополнительно У тебя ничего не закрыто, видишь, как прямо легло по спине. Представь, что если я буду бить неоттянутой ногой, у нас зима, это стрит-файт. Вот ты ушел с Эдуфейку. Вот я тебе по спине оставил с собой. Представляешь, что я буду бить по спине? Я тебе правую почку у нас и вот эти, и вот эти трёбы. И это сломаю. А теперь с Эдуфейку ушел. И чтобы ты не выскакивал, и еще раз страдать. Да, 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 ушел. И да, правый. Дистанция, дистанция. Держи дистанцию. Дистанция Джилла. Как руку пыли, болит. Сильно? Ну, это надёжные ногами, да? Тогда... Всё, понял. Давай филдерфику не будем делать тогда. Это на ногах надёжнуло, да? И на углом с нарками. Всё, тогда... Тогда с этим пока не надо. А значит, давай, тогда сейчас оттягиваться филдерфику не будем. Это ты на ней как раз надёжнула. Хотим, что слабо это не работает. Значит, сейчас пробиваешь просто правый. Правый. Нырок делаешь. Нырок. Нырок. И ещё раз правый. Всё. Держи дистанцию всё время. Смотри, сейчас я тебе буду в ответ. Что корпус? Что голова? У тебя должны руки стоять. В универсальной защите. То есть ты не будешь за это надёжным людям. Я тебе просто буду показывать, что тебе обязательно что-то прилетит в ответ. Ага. Не сваливай сейчас. Потому что после этого ответа ты будешь тут же ещё пробивать в аттаку. Но не сейчас. Сейчас показываю. Нырок, ответ и защита. Давай. В сторону идёшь уход. Смотри. Вокси годится. Здесь нет ноги в середину. Ты всегда стоишь очень коротко. И всегда готов к коленям прикрыться. Закрыть фабрик. Не так. Вот так нельзя шагать. Такие. И работай. Как только ты в уроку ходишь сюда, в такой шаг, в сторону, получается, что... А-а-а-а. Куда же получишь? Это в тушь случае. Ну, в лучшем тебе просто мысички к ногам. То есть ты просто шаг сделал в сторону. Шаг. Ты ногу высказил. Всё, уже там. Понял, да? То есть вот, когда мы близко стоим, и ты делаешь шаг в сторону, сразу же тебя тут же заберут. Понимаешь? А есть, наверное, люди, которые хорошо работают. И мы, мы, вот, я это часто делаю. Я делаю, ты сел, и ногу в сторону. Я тебя сразу в ногу. Ты же ногу в сторону отставил, ты вес потерял. Я тебя буквально чуть толкнул. Вот ты сел. Я тебя чуть толкнул. И при этом ногу застил. А ты полетел назад. Понимаешь? В этот момент ты ничего не сделаешь. Поэтому ко мне ещё ржаться не надо. Если ты застанешь, не заходишь, когда рук делаешь, и жмись ко мне близко. Я думаю, что ты плечел, и ты потеряешь баланс. Вот. Всё, урок. Тух. Понимаешь, да? Поэтому, короче, делаешь, и оставь зазор между нами. Вот такой. Вот такой капстанств. И с него ты будешь работать. Я тяжелее. Если ты прижмёшься, он уже не бокс, я могу тебя толкать, могу обнять. Если ты прижмёшься, я тебя толкну. Поехали, работай. Получилку бороться. Где рука была? Здесь. Да, вот именно. Не зарачивайся, знаешь, что сделал? Закрылся рукой и повернулся боком. В итоге, что ты закрыл-то? Ну, это всё равно, что сделать, ну, уклон. Это, надо, ошибка, часто бывает. Не так, а вот так. Ну, человек не делает уклон, а просто голову разворачивать. Ну, больше, чем надо его сдвинуть в сторону. Причём голову надо фронтально расставить. Фронтально. Смотришь на противника. А не поворачивать голову в сторону. Очень часто делают. Удар пошёл, раз, и голову просто развернул. В итоге, ну, не в челюсть получил, но в ухо. Понимаешь идею, да? Ага. Пойдём, смотри, работаешь корпусом. Поехали. Давай, давай нормально, всё, промахиваться тоже будешь. Опять широко развернулся. Молодец, Сван, самолет. Молодец. Да, это вы правы, на улице заниматься классно. Тем более, сейчас минус 15 где-то. А может, даже побольше. Минус 17. Ну, ведь нифига ж не холодно. Нет. Сейчас мы ещё пойдём на Макелору, закрепим нашу вчерашнюю тренировку. Жалко, что не можешь проработать, если у них будет фиб, как раз я хотел. Ну, ладно. Я вам долго терпеть, да? Нет, не надо. Она у тебя ещё долго останавливаться будет. И можешь микротравму заработать. Обычную пару простую. Вот это сейчас делали. Так, так, так. Только не давай, ну, вот не почтальон, а просто пару. И пару пробил, да, да, и сел в уклон, в нырок. Нет. Пошли. Да-да-да. Не расклячивайся. Корпка. И смотри. После того, как нырнул, нырнул, мне в челюсть пробиваешь. Может быть. Прям сильно. Поехали. Я тебе потом отвечаю. Поэтому будем разочтиться. Дистанция, дистанция. Челюсть, челюсть. Не бойся. Давай. Ну, бей, бей, давай. Со всей силой. Трескай, быстро. Давай, давай, давай. Ну, что ли? Я защищусь, не переживай. Старайся попасть в то, что ты чёешь. Силы. Вот и хорошо. Где руки? Где руки? Пока мы с тобой стоим на дистанции, что могу тебя достать. А для меня это вот такая дистанция. Вот. Вот здесь мне надо шаг сделать. Вот отсюда я могу, в принципе, практически без выпад вязать. Ты не успеешь реагировать. Если у тебя хотя бы разрез останется, ты не успеешь в челюсть засунуть. В лекулак. Две сперчатки. Он расклинивает. Ты не защитишься. Там уже по-другому работает. Надо выдвигать на середину одну из рук. Вот такие движения делают. Локти приводят. Если полетит, попало в предплечье. А лучше в локоть. Локтивая защита. В мой баран, в старом. Существует специальный тип защиты. Хоть мячетка через поливаешь. Да, любого. Поехали. Все. Ты пора у него. Перевод. Значит, что делается? Я как бы накрываю руку немножко и встречаю на локоть. Токсин не бей, а то разобьешь сейчас. Но бить можешь очень быстро. Вот что делается. Челюсть. Челюсть. Раз. Да. Именно. И у них это очень классика. То есть ты сел на ручку и стоять на локоть. Ну, то есть я просто что делаю? Я на среднюю линию выдвигаю локоть. Ладно. Значит, видишь, нюрки стоят? Ага. Я просто на среднюю линию выдвигаю локоть. Вот. Понял? А этой рукой подстраховываю, чтобы она, если соскользнет, чтобы не лохнулось, а не по бороде. И здесь так же. То есть я как бы бороду себя закрываю, а на это место выдвигаю локоть. Бля. Тх. В угол рукой попал, все. Она кулаку сразу. Поэтому в мой Буран они били веревками, но я с мастерами работал, они кулаками сильные, принципиально не бьют. У них нет ударов именно прямых, вот таких вот сосисинок, чем они боятся попасть на локти. У них удары секущие. То есть они веревками пытаются сделать сечки, рассечь лицо. А если они бьют какие-то прямые удары, они называют это копытом удар. Они делают то, что картохиаки называется. Вот эта часть. Если вот так вот. Глаз, например. Потому что если эта штука подвести по локтю, тебе ничего не будет. Вот кулак ты разобьешь, если между пальцами распадешь. А вот этими частями ничего не будет. Наоборот, ты ему скорее руку повредишь. И когда они прямые удары протеструют, они приводят таким образом. Они предплечье даже можно перебить. Если удар сильно будет, то чувствуешь себя. Вот. И по голове так же. То есть он залезает, и такие секущие. И просто секущие удары делают. В том числе по предплечьям. Почему они предплечья бинтуют веревками почти до локтя? Чтобы удары по предплечьям веревками не рассекали. Но они по плечам. В итоге там вообще. Это жестко. Так. Поехали. Дальше. Теперь что делаешь? Сел на ручек под эту руку и по печени пробил бинтуют веревки. То, что, например, на тебя. Поехали. Смотри. Значит, поработим сейчас ударовцем снизу. У тебя он очень напоминает крюк. Ты прыгаешь больше крюка. Я хочу, чтобы ты сейчас ударил апперкот. На апперкоте локт направил вниз. Корпус не ломай. Оставляешь его прямо. Разворачиваешь его немножко боком. И чуть играешь на такой маятник. Но не выворачиваешься. Клубер идет. Вот он пошел. Вот. Не вот отсюда по почте. А вот сюда происходящий. Вот он. Мэй. То есть ты как бы выбрасываешь бедро. Ага. Свой локоть. Так. Ну, так пошел. Не отскакивай в сторону. Вот ты где сел на месте. Здесь и остался. И отсюда удар нанес. Вот. Вот так. Здесь раз в руки. Останься на месте. Тут много надо. Ноги еще раз ставь. Компактный. Сел. Нет, нет. Не вернул сейчас. Давай ты со сколами проходишь. Компас в сторону. Компас в сторону. Вот. Так сел. Здесь. Вот. Голова у меня. Вот. Вот он. И отсюда здесь тыкаешь. Вот все. Никуда не прыгай. Сел. Да. Все. Давай пройдем. Да. Все. Понимаешь? Вот так. Где руки? Здесь. Здесь. Не падай. От своего удара отвалилишься. Вот сейчас хорошо будет. Где? Где? Не забывай. Пока мы с тобой стоим близко, я в любой момент могу тебя атаковать. Ага. Поэтому если ты свою технику выполнил, и не собираешься меня дальше молотить, держи руки в защите, пока мы не разорваем дистанцию. Мы ее разорвали, я не могу так наоборот ставить. Все. Ты можешь руки здесь держать хоть как угодно. Но если мы на дистанции удар ногой, вот ты сейчас опустил руку вниз, а ты вообще-то по голове дам. Но зимой, конечно, не будет туда бить. Но это же известнейший финт. Нога поднимается прямо и переводится на боковую. Поэтому не надо, ну, только филдфико защитить, если ты еще при этом корпус уберешь назад. Не просто руку дернешь вниз, вот, ничего не поможет, сразу голову раскрывать, а тянешься назад. Если у тебя рука падает вниз, считай, что ты низ как бы немножко защитил. В пах уже не будет такого точно зара. Но у тебя раскрылась голова. Значит, другим способом защиты тебе нужно получить голову. Рука вниз упала, значит голова тянулась назад. И нога уже наготовеет. То есть ты оттянулся, бух, 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 пошел атаку дальше. Поехали. Тс-тс. Не оттягивай. У самого печени, когда бьешь нутперкот, сам раскрываешь печень. То есть ты ушел, начинаешь бить. И руку оттаскиваешь вот сюда, далеко назад. Открываешь печенку. То есть рука один немножко перед собой правая. О, она так и остается. Прикинь. Взяли длинный гвоздь и забили ее вот сюда. У тебя перчатка прибита. Мы, конечно, вообще делали. Мы брали какую-то вещь и прижимали к голове перчаткой. Потом брали какую-то вещь сюда, вот типа лавку. И прижимали ее тоже. И ты должен был работать одной рукой. Вот уклот сделал, ударил. И вот это все стояло на месте. Вот тебе домашнее задание. Только не головой держишь, а к голове прижимаешь. Не надо вот так голову гулять и перчаткой. Понимаешь? Вот это тебе домашнее задание. Ты сберешь какой-то предмет. Сюда вот, например. Вот сюда. Ну, не голове, а именно сюда. Ну, там, книжку или подушку какую-нибудь прижала. И начинаешь работать. Рука-то. Начинаешь в центр торием. Пам-пам. А она все время здесь. Понял, да? Потом, наоборот, берешь сюда, но только локоть не отводишь. Либо два предмета. Ты начинаешь тоже боксировать. Лучше почему-нибудь легкое. Дверной проем повесил. Там, ну, спичный коробок. И ты думаешь, пам-пам-пам-пам. И ты не должен сжать. Это же очень легко держать. У тебя просто рука должна привыкнуть к этому чувству, как будто между локтем и корпусом примерно кулак расстояния. И жесткая трансмиссия. Не прижимаешь к себе. Если ты себя прижмешь, если ты себя прижмешь, ты своим же локтем туда задавишь, понимаешь? Я такое видел очень как бы часто, когда даже, ну, не часто, но видел, когда своим же локтем, ну, это по печени, да, накрутирует. Либо прямо ходим. Да, раз, локоть. И все. Локоть должен чуть отстоять. Чуть отстоять. Да. Поехали. Вот, сейчас хорош кучу. Ну, сейчас все на месте. Достанция. И только. Вот, на джиме, да. И на джиме. И на джиме. Хорошо. Молодец. Пошли на кучу. Ну, не, почти отстоять. Пара-бара-пам. Солнце прямо в это ходит. Значит, повторяю тем, который выглядит буквально сольчином. Работа с передней ноги. Прямо сразу шелкальничная работа. То есть, выждешь двойку. Да-да. Слешь под шаги. Держи тюар. Эс-эс. 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 Слышь. 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 То есть, выдал сначала. Дам-дам. Посмотри, я вот, что это такое. А не, ближе. Ближе, ближе. Иди. Я тебе, говорю, пару. Ты, ну, отскакиваешь назад. Да-да. Отскакиваешь. Отскакиваешь. Скажи, ну, сваливаешь. То есть, убегаешь. Ага. Очень хорошая дистанция. Ты меня гонишь. Чего нету? Что у тебя сейчас нет? Блок. Нет. Руки как раз на месте стоят. Сидишь головой перед рукой. Ага. Удар получается ничего себе. Но если хотя бы немножко дистанция окажется неправильной, ты должен остаться в трансмиссии на маяке. У тебя центр тяжести должен быть перед ногой, а голова сзади. Не так? Вот ты. Там-дам. Вот ты. Да твоей головы достать очень легко. То есть, что ты тут дальше делаешь? Вот, Саня. Ты мне ногой перей не пробиваешь, не подхватываешь. Пробиваю тебе. Когда ты не подхватил, тогда ты нахватываешь. То есть, это почему? Ты что и Богу рядом оставил. Если ты бьешь таким образом, ты берешь ногой луки, например, я достану. Вот, что ты маяк, ты сделал. Но если ты лезешь туда головой вперед, ты сцепаешь, вот, ты пролетишь. Ты пролетишь сразу по бороде. Правый не придешь ногой, или левый. Если ты идешь туда вместе с головой, вот ты его сперешь, ты можешь с него очень легко достать. Если ты бьешь с пламенем корпуса назад, я тебе не достану. Вот, или то же самое делаешь с ударом ногой. Ну, представляешь, в карате самое чистое тело. Мы рассматриваем элементы карате тоже. Почему? Ну, потому что там тоже можно много чего взять. Вот ты мне, значит, лырку пробил. Раз, два, с передней ноги пробиваешь. С передней ноги, с передней, с передней. Сбили твою ногу. Или нибудь, ну, из-за сильного торгует. Если твоя нога, ты не падаешь туда-будар, вот так, а ты должен бам, и можешь, раз, я почему говорю, по той, что ты назад убираешь. Не валишься туда-будар. Если ты стоишь вот таким образом, ты на удар упадешь. Ты не сможешь удержать вес. Если ты на маятнике стоишь туда-будар, я спать сбоку могу висеть. Вот так. Ты уже ударил? Так. Я могу долго висеть. Вот эти вот, тебе кажется, это и надо сделать. Так. Правда, не, я так же лягу. Чисто, ладно, ладно. А теперь тебе нужно бить первые два удара очень сильно. Потому что, смотри, одна из самых частых ошибок. Нет, тогда макевар не видно. Солнце как раз светит. Вот, вот так хорошо. Вот так хорошо. Одна из самых частых ошибок, которые делают. Ой, даже забыл что-то сказать. Зачем я говорил. Ну ладно. Ну нет. А, то, что когда работают с комбинацией из трех ударов, например, акцент все время делают исключительно последним. С одной стороны, это правильно. Ну вот, для этого и делается комбинация, чтобы верно ударами максимально раскрыть. Но представь, что ты с первого попал ударом. Он должен обязательно потрясти противник. Поэтому, когда ты делал просто по воздуху, пам-пам, ты руками с ним-то не вкладывал. Но должны быть и два удара с ним. Может, третий не понадобится. Каким ты на руку попал сразу? Ну и не придется тебе это обетнуть. Так, ну, сейчас палатно. Сначала наносишь два мощных удара. Делаешь микро-паузу. Дам-дам. Посмотрел, что произошло. Противник ушел, лонился. Отшагнул назад. И потом подступаешь и прогибаешь очень мощно. Пауза небольшая. Выглядит так. Где руки? Угу. Я. Не подскакивать, поступить надо. Не подскакивайся, нельзя. Ну, прикинь, что ты промахнулся в реальном бою. И ты, знаешь, руки бросил, потому что так не получилось, блядь. Это вообще не должно никогда происходить. Смотри, даже во время спарринга работы по заданию. Ты сделал что-то неправильно. Если ты, например, там, ну, это было близко к тому, что это был муфол, он зацепил бы товарища, там, тренера, там извинился, там извините, и все. Но вот это быть не должно. Блин, блин, вот это вот. Это не должно ни в коем случае. Ты и так акцентировал себя на ошибке, и больше не допускаешь. Но вот дело, знаешь, что-то, взял не так. Вот это никогда. Это такой плохой навык, хуже его нет вообще. Пауза. Ну, так сказать, руки где. Пауза. 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 Хорошо. А теперь, ну, если право пробиваешь, то есть право ноги. Пауза. Ну, а я как раз сделаю то, что будет оппонент делать, если он опытный. Первый удар зацепил. Второй. Сайфистер. Поехали. А где руки потерял? Все уже устали. Знаешь, почему? Закрепощаешь плечи. В ударах руками никогда плечи твои не должны закрепощаться. Если ты работаешь, понимаешь, при любой технике, на любом снаряде, при перемещениях у тебя должны были уставать максимум. Это мышцы кора. Вот это, заболел у тебя. И ноги. А руками, если ты правильно работаешь, они тебя никогда не заболят. Потому что ты передо мной загрепощаешься, загрепощен. Шея может заболеть. Ну, мышцы шеи. Нет? Да, плечи должны быть такие легкие. И нога. Поехали. Расслабьтесь. Сейчас удары будут намного хлеще и сильнее. Сейчас он меньше. Руки. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Все. Передо мной. Присоединяйтесь, товарищи. Смотри. Опять же, не делай так. Раз, два, три. Видишь, у меня думает, маятник не должен быть вот такой. Это то, что. Не должно быть вот так. Он не должен свою голову нести точно над центром тяжести. И уж тимбурье не должен ее нести перед центром тяжести. Центр тяжести у нас там, где бедра. Видишь, у меня голова находится перед центром тяжести. Если мне на лоб отвес повесить сейчас, он будет вообще в проекции где-то перед ногой далеко. Даже плохо тогда, когда голова висит, как сказать, над коленом. Вот, чтобы ровно сдвинулись. Вот, чтобы колено было лучше всего.